Даже до Судака эти субмаринные воды выходят и с Одноморья, и из гротов. В частности, я был на приеме в Адаканале, то интересовало, сколько нам нужно воды в Бараклане, это сколько нужно в берегу, 17 тысяч и 3 тысячи. У меня были сведения конкретные по дебетам воды из только двух гротов, третьего и пятого, они спокойно дают эти 20 тысяч в кубометрах воды в сутки. Теперь, значит, я очень давно этой проблемой интересуюсь. Мне Академик Шнюков подарил брошюру по этим особо-режим источникам. Вот, в прошлом случае, это были преследники Шмыса и Я, и еще ряд этой блог-публикаций. Не один десяток лет занимаются ученые изучением этой проблемы. Академик Иванов, директор, это Гидрофиза, его ученые Чайпышенко и Брусов. Значит, теперь, значит, Институт Крымский, это Кастоведение, там самого Хильюрковский, то-то самое. Вот. Академик Шнюков и его сподвижники Клещенко и Орловский много лет занимаются этим вопросом. В 90-м году вышла книга, такая, сборник, научных комментариев по проблемам неживых ресурсов. В частности, есть раздел «Пресная вода». Ее редактор, научный, Шнюков, Евгений Федорович. Вот. И там, значит, такие, я допустил. Во-первых, то, что эти воды используются во многих странах. Бахрейн, Италия, Греция, Австралия, Новая Зеландия, страны Персидского залива. Давно эти воды используются на практических целях. Так вот, утверждение от Академика Шнюкова, что пресная вода, которая вытекает из грота, из садом моря на Мессеяя, значит, достаточно, чтобы напоить большой город. В частности, он приводит расчет. Я перевел на русский язык этот вопрос. Вот она. Я вам подалить этот перевод. Значит, он привел расчеты. И садомники, и стоимость воды. Значит, он для расчета взял, в тот момент был дефицит воды в городе 30 тысяч кубов в сутки. Он взял за основу этот расчет. Ну, поскольку город растет, а возможности этих вот очень большие, то я взял для нового расчета взял 50 тысяч кубов. Вот это спокойно можно обеспечить. Для начала этих работ, для того, кстати, очень долго я искал исполнителей, никто не оказался проблемой. Мне, наконец, фирма Global Marine, это директор этой фирмы, Глобенко Виктор Константинович, самый бывший водораз. Они располагают первоклассными оборудованием, опытными водоразами и научными кадрами. Так вот, для того, чтобы сдвинуть работу с места, нужно 2 миллиона рублей, для того, чтобы определить дислокацию и дебиты скважин, которые, вернее, не скважин, а источников, которые вытекают из гротов и садоморья. Далее будет, конечно, разработан вопрос полностью, но предварительно уже это показывает, что вся работа займет 40 миллионов рублей. Из них желательно 60 миллионов, кроме 2 миллионов, для бюджетных финансирований, для того, чтобы разработать закапутажные устройства полностью, а остальные желательно привлечь участников инвесторов. Так вот, выводы такие, что стоимость этой воды будет примерно 10 рублей это за полный метр. Прибыль отожидается годовая 40 миллионов рублей. То есть окупаемость 5 лет этого проекта. все нужно сказать, что для того, чтобы сдвинуть проблему с места, нужно выделить за 2 миллиона рублей, чтобы водолазы конкретно обследовали эти все источники и их дебиты. Вот такая картина. Поэтому я считаю, что этой воды можно было больше, считать, чем 50 тысяч. утверждение академика, что можно набоить большой город. Кстати, эти источники распространяются до Судакат. Там, наверное, Ева Демиэджина питает. То есть если мы получим опыт здесь, в Севастополе, на МСАЯ, то опыт пригодится и для снабжения Керчинь, Федроссии и сельского хозяйства. Вот такой Валаклаве. По Валаклаве, то есть как Вы сами и говорили, грот, то, что исследования проводили, может полностью напоить район Валаклава. Это секундочку. Для начала, чтобы не врываться в какую-то прогнозы, конкретно были сведения конкретно по гротам 3 и 5. Грот 5, там одна цифра 25 тысяч кубов в сутки. Остальные вот 3 там ежегодно иметь больше 10 тысяч в сутки. Вот поэтому спокойно они могут обеспечить Валаклаву и Южный берег. Спокойно. Но поскольку возможности больше и как считает Академик считал, что 30 тысяч это полный дефицит. Слава Богу, он рассчитал. Я беру 50 тысяч. А это вообще говоря этой воды хватило за не пришел в городе. То есть в принципе могла бы обеспечить 30 стополь. Проблема сложная конечно. Там на грани изобретения надо действовать. Но можно предварительно с фигурой концы на чем уже эти вопросы поработали. Есть решение. Но нужно конечно обещать этот вопрос после обследования полного 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 глубина грота 50-60 метров? Нет, грота меньше. От 4 до 20 до 20 Ну так там есть вариант отбора не из грота а из грота на глубина порядка 30-40 метров. воду оттуда можно подавать воду То есть там варение? Нет, варение это вода спокойно вытекает щитово Ничего варить не надо. Вот можно в баллаву подавать воду 12 километров воды это подводный дропровод не 12 7 с половиной Ну нет так Да Вот уже вода может поступать Как вариант конечно можно поднять воду на Кушкоя там на гору там два приема там по 200 метров допустим тогда вообще была водонаборная башня которая могла обеспечивать весь этот район и включать город прямо оттуда без всякого насоса это могло дойти под этим высоким давлением То есть вопросы проработаны отошли глубоко только нет начального толчка 2 миллиона рублей которые нужны для водолазного обследования этих источников ну это по вашим оценкам 2 миллиона рублей для этого надо понять как вот опять же должно быть четкое задание техническое что нам нужно сделать сделать предпроектные работы понять что там для этого необходимо составить смету и понимать о том же ее оценить и пройти это будет стоить может быть полтора миллиона может нам будет стоить 3 миллиона килограмма кто этого не знает вопрос там еще особо охраняем природную территорию от федерального значения это же заказник получается где мы соедем мы говорим о подводной части вы имеете ввиду контактное устройство где дно подводной части подводной части это не территория заказника это уже там требование идет под охранным зонам поэтому там несколько другие то есть проведение работ возможно